Всем привет! Я только что приехал после закупки у Супер Турка. Супер Турок, потому что у него супер цены, конечно. И вот приобрел такую штуку. Это черемоя. Такой мега-супер-сладкий фрукт. Вот я его разрезал. Тут единственное, что нельзя есть, это... Ну или, в принципе, не советуется вот этот посередке, что идет. И, конечно, зернышки. Они вроде как ядовитые внутри. А все остальное, кожуру, вот все можно съедать. Откуда я все это узнал? Загуглил, да, и там все стояло, в принципе. Информация по какому-то садомничеству даже стояла... Стояли указания, как его посадить, как вырастить, в принципе, деревце. В условиях стран, где вообще-то есть зима, как бы это деревце минус температуры не выдерживает. Нужно выращивать как минимум при 10 градусах, то есть зимой, чтобы он стоял. В любом случае, вся эта информация откуда? Из интернета. Да, я реально не знал, что я покупал. Не знал, как это использовать, как его есть и так далее. То есть загуглил быстренько и все узнал. И вот почему-то люди думают, что все знают о продуктах, которые употребляли, возможно, с детства. И которые до сих пор употребляют. Почему бы иногда не гуглить немножко? Допустим, как насчет муки? И, может, какие-то есть лучшие альтернативы, может, цельнозерновая, например. Или как насчет бананов? Бананы, да? То есть, ага, с пятнышками-то гораздо лучше оказывается. И, в принципе, зрелые фрукты и овощи – это то, что нам нужно, а не какие-то незрелые с пониженным количеством сахара экземпляры. И те же продукты переработанные, да, то есть можно тоже загуглить, а переработанное мясо, до сих пор ли оно такое полезное, как раньше было, наверное, где-то, до сих пор оно еще имеет такой статус, типа там вот ужин, там сосиски, там немножко котлетки, на дачку котлетки, да, конечно, чтобы работалось-то веселее, чтобы, да, сердечко-то билось хорошо. Может, все-таки информация какая-то новая появилась? Да, то есть вообще все гуглиться на ура. Было бы желание, можно узнать, что можно, опять-таки, вот есть черемою целиком даже, что она просто капец какая вкусная, прям рекомендую. Это, возможно, немножко перезрело. Опять-таки на картинках в интернете она более, камера не совсем передает, более белая. Здесь она немножко такая пожелтевшая уже, но вкус от этого не стало особо хуже. То есть она настолько сладкая, по вкусу напоминает какую-то суперароматную жвачку, но, да, это растение и вкусы жвачки. Мы вот как раз, те вкусы, которые в жвачке имеются, это имитация каких-то натуральных вкусов. То есть вкуснейшая вещь советую. И советую, опять-таки, гуглить на самые разные темы. Просто гуглите. Каждый день один гугл. Каждый день с сегодняшнего дня один гугл. Использую, там, я не знаю, ем яичницу каждый раз с утра. Гугл. Что можно найти? Эпидемиологические студии. Связаны ли употребления яиц с оздоровлением? Какие последствия оно несет для здоровья молодого человека и так далее? Соль. Всегда на столе. Один раз гугл. Что вообще значит есть соль? Сколько? Какие нормы? Сколько ты ешь фактически каждый день? Какие последствия могут быть при чрезмерном употреблении? Просто гугли. Гугл доступен всем. И вот я оставлю в описании ссылочку. Там помогу. Первый шаг сделать. Спасибо за просмотр. Та-да. Просто охеренское. Это чума просто. Реально. Нужно брать.